Здравствуйте! На этой неделе город стал в пробках. Причина аварии и водители, которые пытаются их объехать. Между тем, сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей оформлять столкновения по Европротоколу. Все подробности в следующем материале. Улица Максима Горького на участке вереница трамваев. Движение для рельсового транспорта невозможно, потому что на путях стоит автомобиль. Авария с участием двух машин. Знак зеленый загорелся, я по нему за машиной поехал. Она оттуда вышла, я, соответственно, по тормозам. Все там даже, не знаю, я даже не понял, удар был, не было. У него вообще ничего. Стало поворачивать. Он со всей скорости. Я от него немножко ушла. Вы откуда вы ехали? Ехала вот. По Молчарскому, в сторону проспекта Победы. Куда поворачивали? Поворачивала. В сторону Советского. Повреждения на обеих машинах едва заметны, но участники аварии повздорили и предпочли вызвать ГАИ. О своем решении пожалели, когда узнали, что придется платить за простой трамваев. Самостоятельно убрать транспорт получилось бы гораздо быстрее. Просто вот вы из-за такой вот царапины, из-за царапины лакокрасочного покрытия заднего бампера дергаете. Это уже беседа с другим участником столкновения, которое произошло во дворе. Один из водителей сдавался на парковке задним ходом. Вина его очевидна, но мужчины также для оформления вызвали ГИБДД. Вы европротокол-то чего не составляете? Да хрен знает, как его составлять. Именно по незнанию оформлять аварии самостоятельно боятся водители, но, как уверяют полицейские, ничего сложного нет. Если повреждения автомобиля минимальны, водитель признал вину, у автолюбителей действующий полис ОСАГО нет пострадавших, транспорт принадлежит физическим лицам, то все, можно сделать несколько фотографий аварии и заполнять извещение о ДТП. Заполняет все по графам. Марка, модель, ВИН-номер, все с документов, номер водительского, номер страхового полиса, страховая компания. Также в извещении есть схема, где водители нарисовать от руки должны транспортные средства по отношению, как они расположены на проезжей части. Виновник ставит галочку А, невиновник Б. Виновник заполняет свое объяснение, то бишь двигался, совершил столкновение с таким-то автомобилем. Далее фраза должна снизу звучать, что от виновности не отказываюсь. Это должна звучать. С этим извещением невиновный водитель обращается в страховую компанию. Виновник должен явиться вместе с ним или в течение пяти дней предоставить страховщикам машину на осмотр. В противном случае, говорят полицейские, будет платить невиновнику из своего кошелька. А вот опять эпизод с дороги. Что у вас? Три пульс важен. Участники этого столкновения три машины перекрыли несколько полос. Стоите, создаете здесь помехи другим участникам. Движение ограничено, должны убрать. Если движение ограничено, должны убрать, зарисовать схемку. Оформить аварию с участием трех машин по европротоколу нельзя. Однако водители могут сделать фотографии, зарисовать схему, убрать машины и отправиться в ГИБДД. Там в здании на промышленной два столкновения и повреждения зафиксируют инспекторы. Собственно, оформить свое происшествие таким образом могут все желающие. Это сэкономит время самим участникам аварии, но и поможет избежать заторов на дороге. Облегчить ситуацию на проезжей части не пытаются коммунальщики. За ужина проезжают часть и снежные валы на перекрестках и пешеходных переходах. Улица Ленина, пешеходный переход, как тоннель. С обеих сторон сугробы, причем видно, выросли валы нестихийно. Снежные горки аккуратно сформировали коммунальщики. Я роста высокого, вижу машины, говорит мужчина инспектором ГИБДД. Но вот человек пониже уже вряд ли вовремя заметит транспорт. Наверное, из-за вала она убедится все-таки, что машины... А тем более, если дети. А тем более, если дети, правильно. Если дети есть, они прямо выбежат из данного вала и произойдет дорожностное происшествие. Такая же картина и на других пешеходных переходах. Это улица Парковая в районе Зебры-Валы. Водителю тут сложно заметить пешехода, как в прямом направлении, так и при повороте направо. Волка, конечно. Во-первых, не видно пешеходов, когда они выходят. Валы нужно убирать с выездов и с пешеходных переходов. А это пересечение Парково-Устюженское-Чкалово. Перекресток сложный. Еще сложнее стало его проезжать из-за коммунальщиков. Тем, кто едет с Парковой, полностью закрыт обзор на Устюженскую. Формирование снежных валов также запрещено в так называемых треугольниках видимости. Это то место, где дороги пересекаются. За нами находится снежный вал, опять же, сформированный подрядной организацией при уборке. На страх и риск проехали, а через пару метров снова может возникнуть препятствие, уже в виде машины, а появляется транспорт из двора. Причем, как говорят жители дома, выезжают на главную дорогу почти вслепую. И такая ситуация по всему городу. Не чистят даже там, где нет машин, поскольку стоянку запрещают знаки. Между тем, существуют ГОСТы, которые запрещают коммунальщикам формировать валы ближе 5 метров до пешеходного перехода и непосредственно на нем, ближе 15 метров от автобусной остановки. Нельзя оставлять снежные горки и на перекрестках. В каждом дорожном транспортном происшествии, где пострадал пешеход на пешеходном переходе, сотрудники отделения дорожного надзора фиксируются данные валы. Сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения не только в момент ДТП. Волыни по ГОСТу – это повод для составления протокола. Юридическое лицо может получить штраф в размере 300 тысяч рублей, должностное – 25 тысяч. А участникам дорожного движения инспекторы рекомендуют водителям снижать скорость перед переходами, пешеходам внезапно не выходить на проезжую часть, дождаться полной остановки транспорта. При неблагоприятных погодных условиях пожарные разворачивают на загородных автодорогах пункты обогрева. А сегодня специалисты расскажут, как собраться в дальнюю поездку и что приготовить с собой. Отправляясь в дальнюю поездку, особенно зимой, необходимо себя подготовить. Это в первую очередь собрать так называемый тревожный чемоданчик, чтобы он вовремя вам смог помочь в дороге при внезапной остановке автотранспорта. То есть это поломка, либо колеса спустили, соответственно, и чтобы вам выжить в зимних условиях, особенно когда низкие температуры. То есть для укомплектации своего личного автомобиля нужно иметь минимум необходимых вещей, которые помогут вам сохранить себе жизнь в зимних условиях. То есть необходимо положить какие-нибудь теплые вещи, обязательно это валенки, онты. Ну, у каждого свои, так сказать, вещи, поэтому можно выбрать самостоятельно. Обязательно лопата для утепления в зимнее время автомобиля, если вы съехали в Квет, для утепления автомобиля снегом. То есть можно забросать автомобиль и как-то сохранить тепло. Обязательно, если вы остановились в зимнее время на автодороге, вы должны обозначить автомобиль в знаках аварийной остановки. И если есть светлоотражающий жилет, соответственно, такого плана, может быть, который одевается, соответственно, вы обозначите себя. Кроме этого, можно положить в свой тревожный чемоданчик теплые вещи. Это какая-то куртка теплая, значит, теплые штаны. Ну, в моем варианте это нательное теплое белье, термобелье, зимний вариант. Также теплые носки, шубинки можно положить, варежки. Вот, то есть такой вариант. Чтобы разжечь костер или приготовить пищу, соответственно, охотничьи спички, обычные спички, либо зажигалка. Также, чтобы обеспечить существование на морозе, ну, и чтобы питаться, рацион на одни сутки. Рацион питания на одни сутки также можно взять с собой до трех литров воды в автомобиль. Соответственно, фонарик исправный, свечи, ну, и нож, чтобы принимать пищу. И можно также универсально, может, где есть комплект инструментов, соответственно, что может вам пригодиться в дороге. Для организации костра можно сжечь, значит, какую-то, не знаю, одежду, тряпки. В случае серьезной ситуации, значит, можно приступить к движению покрышек. Ну, можно начать с запасного колеса, в принципе, такой вариант. Потому что, особенно в ночное время, суток, на трассе автомобили могут не остановиться проезжающие. Ситуации разные бывают, поэтому, чтобы выжить в зимних условиях, особенно при низких температурах, вам необходимо использовать вот такой тревожный чемоданчик. И не забывать, значит, звонить по телефонам экстренных служб, то есть это 112, 101. Также, если есть у вас в автомобиле, например, скотч, то можно изнутри двери проклеить скотчем, чтобы тепло не выходило, потому что двери даже в современных автомобилях не плотно прилегают, и тепло будет выходить из автомобиля. Также для утепления автомобиля можно использовать снег, который можно окопать автомобиль. И еще один совет, ни в коем случае не спать, ждать помощь и обязательно не паниковать в данной ситуации. То есть надо трезво оценить свое местоположение, свою обстановку сложившуюся и принять верное и правильное решение. А прямо сейчас репортаж из рейда. Ты меня слышишь, Алексей? Алексей? Этот дорожный эпизод, попав в СМИ, поразил многих горожан. В таком состоянии водитель, напомним, ехал по встречке на проспекте «Строитель». По предположению, инспекторов употребил наркотики. Именно в состоянии наркотического, а не алкогольного опьянения, по словам сотрудников ГИБДД, водители все чаще садятся за руль, поэтому сейчас задача инспекторов не только услышать запах, но и оценить состояние автолюбителя. У вас сейчас состояние какое-то заторможенное? Я говорю, что я отработала смену, я сейчас еду домой. Ну, каких таблеток вы потребили? У меня температура 38, я заболела, у меня горло болит. А какие таблетки-то потребляли? Да аспирин, у меня температура 38. Ну, вот понимаете, у вас сейчас состояние такое, которое не соответствует. Нормальному водителю. Не знаю, что надо сделать-то. Так ничего, сейчас мы с вами, наверное, проедем наркологию. По словам женщины, ее состояние не первый раз вызывает подозрения у инспекторов. И в наркологию уже возили. Но, как уверяет, просто сильно устает на работе, не употребляет запрещенные вещества. Медучреждение издало анализ, результат станет известен позже. Машина запрещенная, что-то есть у вас? К гражданскому обороту? Давайте досмотрим нашу машину сейчас. А это пост ГИБДД. С инспекторами работают кинологи. В спине льдоза натренирована на поиск запрещенных веществ. Вот придирчиво обнюхивает колесо автомобиля. Наркотиков нет. Здесь инспектируют багажник. Мы старые, за наркотики браться поздно, шутят водитель и пассажир. А это уже район Заречья. Инспекторы беседуют с автолюбителями о вреде пьянства за рулем. Я здесь за рулем преступник. Правильно, поддерживаю вас, Владимир Афанасьевич. Не сталкивались с такими водителями? Нет? Не приходилось. Да? Ну, чувствовалось, что как-то вот нетрезвый водитель. Да? Что бывают такие, да, неадекватно себя на дороге ведут? Ну, сообщайте о таких дежурную часть ГИБДД. 59, 80, 40. Обязательно примем меры. Никогда не садилась и не сяду с пьяным водителем в одну машину, поделилась мнением девушка-водитель. А друзья кто-нибудь садились, нет? Знакомые, друзья. Не было такого? Ну, были прецеденты такие. Были прецеденты. В деревне когда бывает. Да? Я не сажусь в машину, потому что очень боюсь. В прошлом году инспекторы ГИБДД выявили более тысячи водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Немало неадекватных автолюбителей отстранили от руля и за январь этого года. В этом году уже задержано больше 80 водителей за январь месяц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Произошло у нас два дорожно-транспортных происшествия по вине пьяных водителей. Пострадало пять человек. В прошлом году у нас было пять дорожно-транспортных происшествий, два человека погибло. Часто инспекторам помощь оказывают граждане. Как говорят сотрудники ГИБДД, если на ваших глазах водитель в неадекватном состоянии садится за руль или ведет себя чересчур странно на дороге, нужно немедленно сообщить в полицию. Возможно, это сможет предотвратить трагедию на дороге. Ну и на сегодня это все. Увидимся через неделю. Продолжение следует...